Значит, сегодня я вот в этой нашей первой части, так сказать, теоретической, которую мы условно можем назвать, я хотел остановиться на таком явлении талмадической литературы, как рассказы о мудресах. Это в каком смысле целый жанр, он называется Маасе Хахамим, слово Маасе означает «деяние», «деяние мудрецов». Например, «деяние апостолов», наверное, вы знаете, это в каком смысле калькас вот этого слова Маасе или перевод его. И такого рода истории, истории жизни мудрецов, их действительно в талмаде достаточно много, где рассказывается иногда о самых незначительных каких-то вроде бы событиях. То есть иногда это действительно какие-то прям приключения-приключения, и там много чего происходит. А иногда это совершенно такие житейские зарисовки вроде бы. И возникает естественный вопрос, каково их место, да, почему вот такого рода истории, деяния мудрецов, они относятся к устной торе. Ведь, собственно говоря, устная тора – это что, как мы говорили? Устная тора – это попытка эксплицировать тору письменно. С каким образом? С помощью мидраша. Вы это говорили, да, то есть у меня есть та или иная ситуация, я хочу вот в эту ситуацию понять, как мне действует в соответствии с небесным указанием. И, собственно говоря, производя мидраж, я получаю такого рода результат. Результатом мидраширования может быть указание, как действовать в той или иной ситуации. Напомню, да, в скобках, что мы говорили об этом, что это некая освобождающая процедура, процедура, которая ведет к антиспонтанности человека. То есть много самых разных моментов, которые связаны именно с этим элементом мидраширования. И это, в общем, более-менее понятно, потому что тогда моя жизнь, она как бы оказывается под сенью вот этой самой торы, то есть под сенью сакрального текста. Все, что со мной происходит, я вроде бы как вывожу с помощью мидраша, выпытываю из этого самого сакрального текста. Это касается не только закона, не только нормативных каких-то вещей, но это касается также и мировоззренческих вещей. То есть я и мировоззренческие вещи какие-то, какие-то положения относительно того, где мы находимся, что нам делать и так далее, я на самом деле, в общем, тоже извлекаю, могу извлечь с помощью мидраша из сакрального текста. И вот такого рода извлечения, когда-то ненормативные, они называются мидраш агадат, через черточку. Если я получаю нормативные вещи, то это мидраш алаха, а если я получаю ненормативные вещи, то это мидраш агадат. А вот эти самые рассказы, рассказы о мудрецах, они сейчас совершенно никак не связаны с писанием, они просто являются описанием таких событий из жизни. И получается, с Торой как бы не связаны, они являются просто агадой, это просто рассказ. И, как я уже сказал, возникает вопрос, почему такого рода рассказы и почему такого рода события, события из жизни, даже не очень значительные события из жизни мудрецов, являются чем-то, что становится частью учения, частью устной Торы и так далее. Ответ на этот вопрос может быть разным. Я предлагаю в качестве ответа предположение о том, что на самом деле, поскольку у нас есть некий образ жизни, в каком-то смысле идеальный, который рисуется нам самим вот этим сообществом, сообществом мудрецов, этот идеальный образ жизни является, как я это определяю, можно слова эти заменить, важно понимать, что я имею в виду, определяется своего рода перформативным усилием постоянным. То есть это постоянный перформанс, где человек в простоте душевной ничего не делает, он все делает с неким смыслом, с неким знаком. Он постоянно воспроизводит некие знаки. Эти знаки соотносятся с сакральным текстом, эти знаки могут соотноситься просто с общей мифологемой или комплексом мифологем заключенных в Писании. Они могут отражать те или иные нюансы отношения к той действительности, в которой находится этот самый мудрец. То есть отражать тот этап сакральной истории, в котором он действует определенным образом. И если исходить из этого предположения, то тогда вот эти действия мудрецов или их поведение, они являются своеобразным моделиром. То есть это некие модели, которые предлагаются мудрецами, и поэтому эти модели воспроизводятся, о них ведутся рассказы, и на их примере мы как бы что-то понимаем, что-то понимаем в принципе про тот способ жизни, который предлагается вот этим самым толмогическим мудрецом. Вот такого рода истории у нас, их в Талмуде много, и мы сейчас рассмотрим одну из них тоже из трактата «Брахот». И дело в том, что сегодняшний наш фрагментик, ну и тот, который мы начали в прошлый раз, он вообще-то говоря, собственно, тоже относится к этому, во многом относится к этому жанру, жанру «Маасе Хахамим», где говорится о том, что делал, как поступал тот или иной мудрец. И в дальнейшем это будет выражено еще в более яркой степени, то есть тот фрагмент, который мы сегодня будем читать. Фрагмент этот, который я хочу привести, он из самого начала трактата «Брахот», и он связан с «Мишной». Первая «Мишна», вот здесь этот текст, первая «Мишны» начинается довольно странно, то есть здесь многие, опять же, исследователи подчеркивают эту странность. Эта странность на самом деле является очередной раз как бы характеристикой того, что из себя представляет талмудическая литература. Если бы мы имели дело с началом какого-то произведения, то начало, ну, начинается какого-то введения, с каких-то предисловий и так далее. А здесь нет никаких ни предисловий, ни введений, просто начинается с вопроса, когда читают шма вечером. То есть шма читают два раза в день, утром и вечером. И первый вопрос, когда читают шма вечером. Когда, имеется в виду, с какого часа читают шма вечером, то есть с какой временной промежуток читают шма. Ответ. С того часа, когда когены приходят, есть труму. И до конца первой стражи. Это слова Раби Лейза. А мудрецы говорят до полуночи. А Рабан Гамлель говорит до восхода утренней зари. Пока не встанет столб зари. То есть у нас есть мнение общее. Мнение с какого часа можно читать. Здесь никто не спорит. И он очень странно определяется. Он определяется тем временем, когда Каэны. И тут есть труму. Сейчас мы скажем, что такое трума. И вообще, почему это таким образом определяется. Ну и относительно того, когда заканчивается вот этот период времени чтения Шма. Здесь есть спор. Есть мнение Раби Лейзера до конца первой стражи. Тоже надо понять, что это такое. Мудрецы говорят до полуночи. По-видимому, первая стража – это раньше, чем до полуночи. Мудрецы говорят до полуночи. А Рабан Гамлель говорит до восхода утренней зари. То есть, по сути дела, можно всю ночь читать вот это самое вечернее Шма. То есть, три мнения относительно окончания. Интересно то, что в первой же Межне приводится как раз то, о чем я говорил. Маосе. То есть, Маосе Хахамим. Было дело. Так можно было бы это перевести. По-разному это переводят. Маосе. Ну вот, был случай. Маосе, да, дело, случай, что сыновья Рабана Гамлеля пришли с пира, с пирушки. Сказали ему, мы не читали Шмар. Он ответил им, если еще не взошла заря, вы должны прочесть. Более того, все, о чем было сказано мадрецами до полуночи, заповедано до восхода утренней зари. Сожжение тука, членов жертвоприношений заповедано до восхода утренней зари. И все съедаемое в тот же день заповедано до восхода утренней зари. А если так, то почему же они сказали до полуночи? Чтобы отдалить человека от греха. То есть здесь, помимо всего прочего, вот этот случай, он нам рисует еще и Рабана Гамлеля как человека, который преподает урок. Урок какой? Жизненный урок, да. Вот пришли его сыновья с пира и с пирушки, почти уже утро скоро. И они говорят, что Шмар не читали, можно ли прочесть Шмар? Он говорит, да, можно. Ну а почему же мадрецы говорили до полуночи нужно читать? Ну они хотели человека отдалить от греха, поэтому. То есть он заодно им дает такой утренний урок. Но это так, к слову я прочитал этот кусочек, мы им как раз заниматься не будем. Просто подчеркнуть, что уже в самой Мишне встречаются вот эти массы, да, то есть вот эти истории. Зачем нам, собственно говоря, эта история? Можно же было сформулировать это, ну, определенным образом. А формулируется это именно с помощью вот такого рассказа, да, где Рабан Гамлиэль каким-то образом формулирует свою мысль. И каждый из мудрецов в Талмуде за его образом стоит некая концепция. Ну, то есть это не просто Раби Лейзи, Рабан Гамлиэль, да, это собирательные образы, во многом литературные образы, которые, по сути дела, отражают некую позицию определенную. Но в этом мы сейчас вникать тоже не будем. По поводу Шма, на всякий случай, может быть, не все из вас знают, я почти уверен, что все из вас знают, что такое Шма. Но, тем не менее, да, я не буду сейчас читать Шма, но Шма состоит из трех фрагментов, да, это два фрагмента из книги Дворимы, один фрагмент из книги Помидбар. И, по сути дела, эти три фрагмента представляют из себя, с одной стороны, Господь наш, Господь один, это там кредо монотеизма, можно так сказать, да, то есть, по сути дела, обозначение себя в качестве монотеиста. Поэтому я еще раз повторю, что Шма – это ни в коем случае не молитва, да, это скорее некий такой вот вербальный акт, опять же, можно было бы сказать, перформанс на нашем сегодняшнем современном языке, да, где человек говорит, заявляет о себе как монотеисти, заявляет дальше. Вторая часть – это принятие на себя заповедей, или, по крайней мере, готовность их принять. И третья часть – это готовность их выполнять, не только принять на себя заповеди, но и выполнять. И выполнением заповедей символически выступают кисти на углах одежды, то есть цицит. И тем самым, вот, человек, читая Шма, значит, заявляет о себе вот эти три вещи, о себе самом. Теперь по поводу трумы, что такое трума, да, то есть у нас впервые трума появляется. Трума, в общем-то, это от слова легорим, легорим – это поднимать, трума – это как бы поднятие, перевод, возношение, он вполне адекватный, да. И вот в книге Шмот, где говорится о том, как, собственно говоря, назначаются сыновья Аарона в качестве священнослужителей, там, в частности, говорится о том, что делать с неким жертвенным животным, который приносит человек. И вот это жертвенное животное, нужно взять грудину от этого овна уполномочения, это эль-хамилуим, называется на иврите. Амилуим – это, собственно говоря, то время, когда сынов Аарона посвящают в священнике, так можно сказать. Так вот, нужно осветить грудину, грудина, она, собственно говоря, принадлежит тому, кто приносит эту жертву. А вот голень – это трума, голень возношения, это то, что нужно отдать священнику. И дальше говорится, что будет это Аарону и сынам его в долю вечную, от сынов Израилевых, ибо это возношение, и возношение добудет оно от сынов Израиля, возношением Господа. Так вот, в нашей Мишне говорится о том, что есть момент, когда священники, каины, идут, есть вот эти самые приношения. Эти приношения, они начинают есть в каком-то смысле, да, то есть там масса деталей уже в Талмуде будет обсуждаться, с выходом звезд, то есть, да, вот есть, или, может быть, с таким временем, которое называется Бен-Гаш-Машот, то есть когда вроде бы Солнце уже зашло, а звезды еще не вышли, но так или иначе определяется в Мишне это время почему-то в какой-то связи именно с вот этим вот действием, которое осуществляют каины, а не просто определением того, в какое время, собственно говоря, можно было бы сказать по часам, да, пусть это часы талмудические, но можно было бы их назвать. Это несколько моментов, которые помогают нам просто понять, о чем идет речь. Итак, вот она, первая Мишна, здесь немножко другой перевод, когда в вечерние часы читаем Шма, с того часа, когда каины идут, есть приношения, и до конца первой стражи. До конца первой стражи, видите, я здесь дал примечание, мудрецы Талмуда делили ночь на несколько равных промежутков, которые назывались стражами, Мишмарот. И вот это понятие, оно встречается в Мишне, оно связано и с другим смыслом, то есть с храмовой службой, потому что каины и левиты были разделены на вот эти стражи, на 24 стражи, которые сменяют друг друга. То есть есть стражи, которые говорят о времени, то есть первая стража, вторая стража, третья стража, ночные, это, собственно говоря, промежутки времени. А есть стражи, как группы людей, они тоже называются стражи, их 24. И вот на ночь, ночь делилась на стражи, на караулы, и, собственно говоря, у греков тоже было такого же рода деление, этих караулов, от 3 до 5, а у римлян 4, например, стражи, которые назывались «Вигилии». Может быть, кто-то может вспомнить о «Вигилиях», то писали наши русские поэты. Ну, хорошо, значит, получается, что Рабий Лейзер считает, что до конца первой стражи можно читать шмаф. Это достаточно короткий промежуток времени, мудрецы говорят, до полуночи. И вот Гемара, то есть Талмуд, обсуждает вот этот вопрос. До конца первой стражи задает вопрос Гемара. Почему до конца первой стражи? Если Рабий Лейзер полагал, что ночь состоит из трех страж, то нужно было сказать, что читаем шма до 4 часов ночи. Если же он полагал, что ночь состоит из 4 страж, то нужно было сказать до 3 часов ночи. Здесь нужно тоже заметить, что есть так называемый шаот-зманиот, то есть Талмудические часы, которые, собственно говоря, и сегодня используются в обозначении времени, литургии и так далее. Что такое шаот-зманиот? Шаот-зманиот – это не очень удобная вещь, но, тем не менее, ее пользовались во времена Талмуд. Это когда вся темная часть суток делится на 12 частей, и вся светлая часть суток делится на 12 частей. То есть когда ночь равна дню, то, в общем-то, эти часы совпадают с нашими обычными часами. Но когда ночь не совпадает с днем, то, собственно, эти часы довольно сильно отличаются. То есть если ночь коротенькая, то этот час, он оказывается очень маленьким, а наоборот, дневной час оказывается очень большим. Но так или иначе, то есть для нас это тоже такая только дополнительная информация, но то, что Талмуд говорит, что если Раби Лейзер полагал, что ночь состоит из трех страж, то нужно было считать, что читаем шма до 4 часов. До 4 часов вот этих часов в маньон, потому что всего выночить 12 часов всегда, то есть всегда 12 часов. И поэтому если страж 3, то значит до 4 часов, а если страж 4, то нужно было сказать до 3 часов. На это ответ отвечает, конечно, Раби Лейзер делил ночь на три стража. Но все это, чтобы сказать нам, что есть стражи и на небесах, и на земле. С другими словами, вы видите, здесь пока это еще не относится к Маасе Хахамин, но тем не менее, то есть Раби Лейзер не просто так говорил, что ночь, то есть он использовал именно понятие стражи, использовал понятие стражи для того, чтобы намекнуть, что эти стражи, то есть деление ночи соответствует тому, что на самом деле осуществляется в том числе и на небесах. То есть небесная структура ночи в каком-то смысле совпадает с зимой. Ну и дальше говорится, Раби Лейзер говорит, на три стражи делится каждая ночь, и во время каждой из страж сидит и рычит, словно лев свято-благословенного. Сказано, Господь с высоты рычит, из жилища святости своей подаст глаз, рыком рычит о храме своем. Здесь мы имеем дело с Медрашом, видите, это цитата из Еремии, и в этой цитате слово «рычит» звучит три раза. Отсюда делается вид, вывод, что ночь делится на три стражи, потому что этих рыков как бы три. Раз рыков три, то значит каждая ночь делится на три стажи, и во время каждого из этих промежутков святой благословен он рычит, словно лев. Этот фрагмент, вы видите, это самое начало Талмуда, и он вызывал насу насмешек мусульманских и христианских теологов, которые говорили о том, что посмотрите на этих евреев, у них даже не антропоморфизм, а зооморфизм, бог изображается в виде льва и так далее. Хотя понятно, что здесь это некий образ. И дальше говорится, что вот знак. Первая стража кричит осел, вторая лают псы, третья младенец сосет материнскую грудь и шепчется женщина с мужем своими. То есть каждая из этих страж, которая на самом деле на небе, то есть есть структурация на три части ночи небесная, и она же, эта структурация, имеет и проекцию свою на земле. И проекция на земле имеет некий знак. Вот эти знаки, они нам еще понадобятся, может быть, когда мы будем дальше читать концовку трактата брохот, да, и вот эти знаки, это крик осла, лай, псов, и младенец сосет материнскую грудь и шепчется женщина с мужем своим, можно понимать как угодно, в том числе как эвфемизм. И дальше есть высказывание радио Ицхака, сына Шмуэля от имени Рава, который говорит, на три стражи делится каждая ночь, и во время каждой из них сидит и рычит, словно Лев, святой благословен он, горе сынам моим, за их грехи пришлось мне разрушить храм, сжечь святилище мое, а их самих рассеять среди народов земли. По сути дела Рава, да, то есть, или точнее Рав, да, здесь от имени Рава, у нас есть Рава, есть Рав, от имени Рава говорится, что это высказывание, высказывание Рава, оно, собственно говоря, совпадает с высказыванием Раби Элейзера, Раби Элейзер более ранний мудрец, он говорит, на три стражи делится каждая ночь, и во время каждой из них сидит и рычит благословен он, да, и Рав повторяет это, Рав это Амора, да, это вавилонский уже Аморай, в отличие от Раби Элейзера, который является Танаем, и отличие этого высказывания в том, что здесь, помимо всего прочего, есть не только утверждение, что он сидит и рычит, но и есть, на самом деле, слова, которые он произносит, да, которые у Раби Элейзера отсутствовали. А что он произносит? Он произносит, горе сынам моим, за их грехи пришлось не разрушить храм, жильше святилище мое, а их самих рассеять среди народов земли, да, то есть здесь тоже это высказывание состоит в каком смысле из трех утверждений, причем есть рукописи, где говорится горе мне, а не горе сынам моим, и многие исследователи подчеркивают, что, по-видимому, это тоже вот исправление как бы этой версии, по-видимому, версия горе мне изначальная, а горе сынам моим – это версия, которая, собственно говоря, пытается каким-то образом уйти от подобного рода критики, да, критики теологов арамических религий, рационалистических настроенных, которые говорили о том, что вот Бог, во-первых, Он как лев изображается, во-вторых, Он еще и горюет и так далее. Понятно, что трансцендентный Бог, которому несвойственно иметь какие бы то ни было недостатки, не может рвать на себе волосы и кричать горе мне. И, возможно, под воздействием вот этой критики версия там Палмуда была изменена. Это тоже как бы скобка. То есть все вот эти моменты, которые мы сейчас прочитали, это несколько фрагментов, это не подряд ведущая Гемара, а несколько таких ключевых утверждений, которые предшествуют, собственно говоря, тому рассказу, о которой я и хотел в качестве примера привести. Вот этот рассказ. Рассказывал Раби Йоси. Вот это типичная Маасеха Фомин, да, вот рассказ про Раби Йоси. Раби Йоси сам рассказывает, и он рассказывает какой-то случай. Как-то раз, находясь в дороге, зашел я в один из разрушенных домов среди развалин Иерусалима, чтобы помолиться. И явился в доброй памяти пророк Илья, и стоял у входа, ожидая, пока закончуя молитву. Пророк Илья, он у нас известная фигура, да, такой своего рода челнок между небом и землей. Он в конце времен должен прийти, и пророк Илья, он каким-то образом является отдельным мудрецом и так далее. То есть он находится в определенном смысле между небом и землей и помогает тем, кто того заслуживает. Так вот, пророк Илья уявился и ожидал, пока я закончу молитву. Когда же закончил я молитву, обратился он ко мне и сказал, мир тебе, Раби. Мир тебе, господин мой учитель, ответил я ему. Спросил он меня, сын мой, зачем зашел ты в эти развалины? Помолиться, ответил я. Нужно было тебе помолиться в дороге. Боялся я, что прохожие помешают мне. Ты мог бы прочитать короткую молитву, и из его слов я выучил три вещи. Это продолжает Раби Йоси говорить. Во-первых, нельзя заходить в развалины. Во-вторых, можно молиться в дороге. И в-третьих, тот, кто молится в дороге, читает короткую молитву. То есть Раби Йоси нам рассказывает, что вот три, собственно говоря, практических, нормативных вещей, он выучил из этого разговора. Поскольку Ильяу ему говорит о том, зачем зашел ты в развалины, значит, в развалины заходить как бы нельзя. Помолиться в дороге, значит, как бы можно. И короткую молитву тоже можно прочитать. И вот он эти три вещи выучил. На самом деле выглядит это довольно наивно. Ну, вот такой вот рассказ, да. То есть почему мы сразу же можем заподозрить, что здесь есть то, что мы бы сегодня назвали некая литературная подоплека. Потому что на самом деле вот эти три вещи, они очень хорошо известны. Что нельзя заходить в развалины, что можно молиться в дороге, и что он читает в дороге короткую молитву. Это, в общем-то, более-менее базовые вещи, которые как бы известны. И для того, чтобы их выучить об Иосе, если, конечно, он не учился в Хайдере и так далее, то тогда, да, конечно, нужно встретить пророка Ильяу, который бы научил его этому. Но это не так. Есть другие места, где, собственно говоря, про это говорится. И эти правила, эти нормы более-менее известны. Дальше диалог развивается так. Сын мой, что за голос слышал ты в этих развалинах? И я ответил ему, слышал я Батколь. Батколь – это голос небес, как мы говорили, да. Буквально это эхо. Ну, буквально это вообще дочь голоса. Но переводится это обычно как эхо, если речь идет не про Батколь, который фигурирует в талантической литературе. Это персонифицированный образ, женский голос небес. И вот раб Иосик говорит, что слышал я Батколь, что воркует словно голубь. И говорит, горе сынам моим за их грехи пришлось не разрушить храм, сжечь святилище моё, а их самих рассеять среди народов земли. Теперь мы понимаем, зачем мы читали предыдущие фрагменты, правда же? То есть это на самом деле ничто иное, как повторение того, что говорил Рава. Это то, что произносит Бог на небесах. Вот эти самые ночные, три ночные стражи, о которых говорил Раби Лейзер. И вот Раби Йоси слышит в развалинах вот этот самый голос. То же самое, да, горе сынам моим, что является исправленной версией. Как многие считают, но для нас это может быть сейчас не так важно. Он слышит именно это. И на это пророк Ильяу ему отвечает. Клянусь тебе не только в этот час, но каждый день по три раза говорит он так. И это не все. Когда евреи собираются в домах молитвы и учения и при чтении Кадиша произносят, да будет благословенно великое имя его, святой благословен он качает головой и говорит, блажен царь, которого восхваляют в доме его, но каково отцу, изгнавшему сынов своих и горе сынам, изгнанным от стола отца своего. Вот разговор, по сути дела, что нам рассказал Раби Йоси. Раби Йоси рассказал историю встречи с пророком Ильяу и их как бы диалог. Про провокационный вопрос, сын мой, что за голос слышал ты в этих развалинах. То есть пророк Ильяу понимает, что Раби Йоси зашел в эти развалины, что он зашел в эти развалины, а это развалины Иерусалима. То есть Раби Йоси идет в развалины Иерусалима. Надо понимать, что вообще-то говоря, это было запрещено. Он сам говорит, что нельзя заходить в развалины. Нельзя заходить в развалины, вообще нельзя заходить в развалины, но тем более нельзя заходить в развалины Иерусалима, поскольку после разрушения храма был в том числе указ о том, чтобы евреям ни в коем случае нельзя туда возвращаться, то это собственно ограничила с опасностью для жизни, о которой как раз мы перед началом нашего сегодняшнего занятия говорили. И поэтому раби Иосиф в каком смысле рискует. То есть он идет явно именно в эти развалины. И явно идет за тем, чтобы услышать вот этот самый голос. Мы понимаем это каким образом? Потому что пророк Илья говорит ему «А ты зря сюда пришел. Ты зря на самом деле пошел в развалины Иерусалима. А где, собственно говоря, можно услышать этот голос? Этот голос можно услышать каждый день по три раза. То есть видите, день меняется на ночь. День сменяет ночь. Ведь это ночью Бог говорит «Горе сына моим за грехи» пришлось. Вот эти три стражи, на которые делятся ночи. А пророк Илья говорит, что это можно услышать и днем. Причем услышать можно немножко иначе. А именно «Блажен царь, которого сваляют в доме». Каково отцу, изгнавшему сынов своих. И горе сына мыслено на стола отца своего. Это немножко иной тип высказывания. И этот иной тип высказывания можно услышать не зайдя в развалины Иерусалима, а просто придя в Синагогу. С другими словами Раби Йоси придумал Раби Йоси эту историю или не придумал. Да, такое впечатление, что придумал. Но, по сути дела, этой истории Раби Йоси рассказывает следующее. Раби Йоси рассказывает, что возвращение Иерусалима в развалины Иерусалима. То есть возвращение или обращение к прошлом с попыткой услышать божественный глаз. на самом деле является в данной ситуации, в ситуации разрушенного храма, неверным. Потому что теперь, на самом деле, движение должно быть не назад в разрушенный Иерусалим, а вперед. То есть в каком смысле оно должно быть обращено в будущее. Это будущее, это не что иное, как давно о молитве и учении. То есть Синагога и Бет-Медраж это и есть то место, где теперь следует слышать и можно услышать голос Бога. То есть голос Бога можно услышать, не обратившись к, так сказать, к горю разрушения, которое случилось в прошлом, а обратившись к некой надежде на будущее. Эта надежда на будущее, она звучит в домах молитвы и учения. Вы видите, собственно говоря, не так сложно. То есть нельзя сказать, что я здесь какое-то чрезвычайное германифтическое усилие совершил для того, чтобы проанализировать этот маленький рассказик. Но моя задача состояла в чем? Она состояла в первую очередь в том, чтобы показать, как вот эти маленькие рассказы, для чего они нужны. Мы с этого начали наш разговор. То есть Раби Иоси, по сути дела, формулирует некую позицию, то есть позицию, которую он формулирует не прямо, как всегда, а формулирует с помощью рассказа. Этот рассказ дает некий неочевидный, может быть, но более-менее понятный вывод, вывод о некой перспективе. Перспектива либо вернуться под страхом смерти и в надежде, что там звучит этот голос и услышать, насколько Богу тоже не очень хорошо, или же обратиться к будущему и услышать этот голос не в одиночку, а в собрании, в собрании, которое является домом молитвы и домом обучения. Помимо всего прочего, мы можем увидеть, я недаром прочитал, помимо самого рассказа и обрамляющего высказывания, эти обрамляющие высказывания указывают на композиционный прием, уже чей композиционный прием, тех, кто составлял собственно Талмуд, то есть тех, кто является редакторами Талмуда. У нас что есть? У нас есть высказывание в Мишне Рабелезер говорит, что можно читать Шма до конца первой стражи, затем приводится высказывание Рабелезера на три стражи делится каждая ночь, видите, соотнесение между этой фразой и той. Дальше Раб говорит, что на три стражи делится каждая ночь, та же самая, видите, ключевая фраза, добавляется сюда высказывание, которое произносит Бог во время каждой страж, говорится, цена моим пришлось разрушить франт. И дальше рассказ Раби Йоси, где, собственно говоря, звучит альтернатива, трижды в день, теперь уже день, а не ночь, Бог подает свой глаз и говорит, блажен царь, которого воскресляют в доме. То есть на уровне формальном мы видим, как это соединено одно с другим, это соединено не просто так, то есть есть соответствующие формальные признаки, по которым строится эта композиция. Ну и само по себе вот это композиционное устройство дает возможность, ну, например, такого комментария, да, это уже гораздо более поздний комментарий, комментарий Магараля знаменитого из Праги, который пытается осмыслить этот рассказ уже в духе массы накопленных за период средних веков подходов комментаторской традиции еврейской и в каком-то смысле обнажает некие метафоры, которые в Талмуде самым остаются сокрыты. Он говорит, что галут походит на ночь, то есть ночь на самом деле является символом изгнания. И так же, как ночь делится на три стражи, так же и изгнание, то есть галут, в котором евреи находятся, делится на три части. Но состоит из трех этапов. Первый этап характеризуется тяжким материальным гнетом, и символ этого осел, помните, кричит осел первая стража. Второе стремление к физическому уничтожению евреев, символ собачий лай, и третье униженностью еврейского народа и потеря им творческих способностей. Здесь он считает, что символом является женщина, которая находится во власти мужа, или младенец, который слесет материнскую выбрать. Понятно, что это можно спорить с этой интерпретацией, и говорить о том, что все эти символы немножко может быть надуманы моралем из Праги. Что он пытается сделать? Он пытается превратить этот фрагментик в некую аллегорию. И на самом деле фрагментик находится на грани аллегории. Это то, что характерно для вот этих самых рассказов. Они не превращаются в аллегорию, они как бы на нее намекают. Ее, может быть, можно строить иначе, не так, как мы орали, но очевидно, что ночь и день здесь противопоставлены один другому. И вечернее чтение шма противопоставляется утреннему чтению шма. И в самом Талмуде вечернее чтение шма ассоциируется с исходом из Египта, а утреннее с окончательным избавлением. такого рода соответствия можно выявить, но опять же выявить в непрямо сформулированном виде. Поэтому с одной стороны мораль чувствует структуру этого фрагмента, а с другой стороны, когда он дает такие твердые формулировки, то эти твердые формулировки, они мы можем сказать, что может, да, может, нет и так далее. Но ощущение того, что структура как бы он у его уловил, это действительно очевидно. Это в том числе касается такого тонкого момента, который я бы обозначил как метафорика каталмудическая или аллегористика каталмудическая, она всегда является непроявленной, она всегда является незакрепленной, она является такой спроецированной, то есть есть намек на это, но нет твердых формулировок. Вот мораль как раз такую твердую формулировку дает. Ну хорошо, это была наша теоретическая часть обычная, и если у кого-то есть по этой части вопросы, пожалуйста, дальше мы переходим собственно к чтению дальнейшему нашего трактата. Да, можно включить микрофон и озвучить, пожалуйста. как я включил, да. Ну хорошо, да, давайте перейдем к чтению, ну собственно говоря, у нас сегодня сам фрагмент, который мы будем читать, он перекликается с тем, о чем я говорил, потому что мы тоже будем иметь дело сейчас тем, что называется на сейхахамин, да, то есть истории его мудрецов. Итак, значит, у нас было наш фрагмент, который мы читали в прошлый раз, он был посвящен чему? Он был посвящен, обозначалось это человек не должен облегчать свою голову, облегчать немножко смешно звучит, но неважно, облегчать свою голову, да, перед восточными воротами. Ну и как выясняется, под облегчением головы, на самом деле, имеется в виду облегчаться вообще, да, то есть здесь есть такая своеобразная ирония, да, что речь идет об опорожнении, собственно говоря. Это опорожнение, мы видели, оно описывается следующим образом, да, то есть человек, находящийся на линии, которая связывает его с восточными воротами Иерусалима, ему не следует вот в этом направлении опорожняться, то есть он не должен опорожняться, находясь на вот этой линии. И эта линия, она по-разному проходит, то есть в Иудее это одна линия, в Горилее, например, это другая линия, в одном случае это направление запад-восток, в другом случае это направление север-юг, но в любом случае ему нельзя как бы находиться вот на этой полосе, потому что такого рода поведения, оно как бы не совсем красиво по отношению к храму как к месту сакральному, святому и так далее. Значит, то, что мы видели, сейчас я не буду перечитывать этот фрагмент, мы видели разные точки зрения, эти разные точки зрения можно суммировать следующим образом. Есть точка зрения, которая говорит о том, что все это верно и справедливо, но в том случае, если человек видит эти ворота, если человек видит эти ворота, если храм существует, то есть, по сути дела, вот в такой ситуации это действительно нехорошо. А если есть что-то, что отгораживает человека, или храм уже не существует, то тогда, в общем, это не имеет смысла, потому что тогда в этом действии, то есть в опорожнении, в этом направлении, как бы, или по этому направлению, нет ничего предусладительного. Это одна точка зрения, да, крайняя. Другая крайняя точка зрения, которая принадлежит Рабе и Киеве, она состоит в том, что в любом случае это не годится. То есть это мало того, что в земле Израиля нельзя так, и вообще за пределами земли Израиля тоже нельзя так. И существует храм или не существует храм, это тоже не важно. В любом случае вот такая посадка, посадка при опорожнении является в каком-то смысле неудобоваримой по отношению к храму. В чем, собственно говоря, между этими есть промежуточные точки зрения. В чем, собственно говоря, суть спора, да, и вообще сама по себе эта тематика, да. Ну, понятно, да, что тематика эта, она говорит о том, является ли вот это место храма, является материализованным и визуализированным, и представленным. И только тогда оно является значимым и определяющим мое поведение. Или же оно является, так знаете, можно такой себе представить магнитик, да. То есть если есть магнитик, поставишь и такая вот стружка железная, она как бы занимает определенного рода направление. Так и здесь. Здесь, правда, наоборот, да. То есть когда я опорожняюсь, то я должен в каком смысле стать перпендикулярным вот этому направлению, направлению к храму, которое, вообще-то говоря, является чем? Оно является направлением сердца, да. Потому что у нас до этого в Талмуде говорилось о том, что человек должен направить свое сердце, где бы он ни находился, да, во время молитвы он должен направить свое сердце к храму. То есть это и есть вот эта стружка, которая направлена, значит, в такой центр мира, притягивающий все это место. А когда человек находится в состоянии противоположной молитве, то есть вот он опорожняется, явно не может возносить молитву, а это в каком-то смысле является антиподом молитвы, то он должен занять перпендикулярную позицию для того, чтобы обозначить себя как понимающим то, что вот эти силовые линии, силовые линии, тядущие от храма, здесь присутствуют, и ему находиться в этой силовой линии в такой ситуации не стоит. Ну и получается, что вопрос в том, эти силовые линии, они наличествуют тогда, когда я вижу храм, когда храм существует, или когда я нахожусь в земле Израиля, и храма, может быть, уже нет, но все равно эти силовые линии как бы остаются. Или же они существуют даже, когда я нахожусь где угодно, то есть они существуют как идеальная конструкция, даже когда храма нет и так далее. Это мнение Рабиакии. Вот, собственно говоря, тот фрагмент, который мы прочитали, мы просто недообсудили его смысл. Сейчас я попробовал его прояснить. Ну и мы еще хотели прояснить возможную связь между тем, что было до этого, то, что говорилось до этого. До этого мы читали про Рабиакию, который отдавал душу свою, который говорил, что все, что не делается, все к лучшему и так далее. И как будто бы связь между вот этим фрагментом, где он читал как раз Шма, когда его тело терзали железными граблями, вроде бы не имеет связи с этим фрагментом. С другой стороны, поскольку мнение Рабиакии здесь присутствует, то оно, возможно, говорит о том, что вот эти силовые линии, то есть эти силовые линии, поскольку он признает их виртуальность, то есть их идеальность, идеальность этих силовых линий присутствует, то тогда и мое положение, положение человека, который находится в изгнании, который, собственно говоря, вроде бы все потерял и так далее, на самом деле не меняется. То есть я нахожусь в той же самой позиции неких импульсов, существующих в этом мире, которые были и до этого. То есть они никуда не исчезли. Храм может быть разрушен, я могу находиться на Северном полюсе, и тем не менее эти силовые линии все равно существуют. Ну и в заключении этого фрагмента говорится следующее, я читаю в конце 61-го листа, страница БЭК, говорится следующее. Там говорится о Рабе, Раба. Раба, он ставил кирпичи. Кирпичи это были, собственно говоря, оно такой своеобразный туалет, то есть на этих кирпичах, но вставали, ну что-то типа такого, седока устраивали. Так вот эти кирпичи у него были ориентированы на, как бы, по линии восток-запад. Пришел Абай и развернул их. Развернул их в направлении север-юг. Зачем он это сделал? Это вопрос, конечно, большой. Интересное дело, да, у человека есть туалет. Ну, он приходит и меняется. Что он хотел тем самым делать? Он хотел показать, что это неважно. Или он хотел проверить, считает ли Раба это важным или неважным. У него случайно они там лежат. Он хотел выяснить, это намеренное действие или это случайное. Случайных действий, вообще-то говоря, нет у мудрецов Тома. То есть это вопрос, который он мог тебе поставить. Как, собственно говоря, действует в данном случае Раба. А может быть, он считал, что в данном случае нужно как раз иное направление применять. Мы же не очень понимаем, где находится Раба. То есть, вообще-то говоря, находится в Вавилоне Раба. Ну, хорошо. И Аль-Раба. И зашел, как бы, Раба и поменял. Ну, исправил положение дел. Амар. Кто этот человек, который мне мешает, который мне, значит, осуществляет какие-то помехи. В принципе, или ЦАЭР, это приносить ЦАР. ЦАР, это беда, страдания, тот, кто заставляет меня страдать. И он говорит, я придерживаюсь того же мнения, что это Раби Акива и полагаю, что в любом месте запрещено. Запрещено находиться, порождаться по линии, ведущие в направлении храма. И поэтому, несмотря на то, что он находится в Вавилоне, он ставит свои кирпичи таким образом, чтобы не находиться, чтобы находиться перпендикулярно этому направлению, направлению в сторону Иерусалима. Ну, хорошо, это, собственно говоря, дополнительный фрагментик, который тоже, вы видите, это, собственно говоря, есть маленькое деяние мудрецов. Вот нам описывается, то есть один человек какал так и ставил свои кирпичи, другой мудрец пришел и что-то такое поменял, чтобы его проверить, так ли это и что вообще он думает. И он пришел и высказал свою точку зрения. Его точка зрения совпадает с точкой зрения Раби Акивы. И мы понимаем, что это действие, это действие является не случайным, а символическим. В символическом смысле, что существование храма для него не обязательно является конкретным зданием и конкретным местом, которое я вижу, я сезаю, это осязаю глазами, может быть, но оно существует, в каком-то смысле воображаемое существует, и эти силовые линии продолжают действовать. И дальше следует в каком-то смысле продолжение, а в каком-то смысле другой новый фрагмент. Раби Акива сказал, то есть нам говорится, вот Барайта, и в Барайте говорится следующее. Раби Акива говорит, что однажды я зашел за Раби Ашу в туалет, Барайта, и выучил я у него три вещи. Ведь очень похоже на тот фрагмент, который мы читали, там Раби Йоси выучил тоже три вещи из разговора с пророком Ильяу, а здесь Раби Акива выучил, зайдя в туалет за Раби Ашу. То есть я выучил, что нельзя опорожняться в направлении восток-запад, ну то есть в направлении, которое соответствует направлению к восточным вратам Русагима. Только опорожняться можно перпендикулярно, то есть по линии север-юг. И выучил я, что не опорожняются стоя или полустоя, а только сидя, например, на таких кирпичиках, которые были у Раби. И еще я выучил, что не подтираются правой рукой, а только левой. Амарли Беназай сказал ему Беназай. Раби Акива рассказывает о своем посещении туалета вместе с Раби Ашу. Беназай ему на это говорит. Он ему говорит, что настолько ты обнаглел в поведении со своим учителем. Амарли Тораги мировосприятие, которое они культивируют. То есть нет ни одной сферы жизни, которая бы не являлась репрезентативной. А репрезентируется что? Что-то репрезентируется. Но вот мы пока не знаем, например, что значит опорожняться сидя именно, а не стоя или полустоя. По поводу вот этого направления мы уже знаем. То есть я опорожняюсь, я каждый раз репрезентирую либо наличие идеальных силовых линий, которые существуют по сей день, либо я говорю, что их нет. И не слежу за ориентирами, в которых я сижу, опорожняюсь. И по поводу правой и левой руки мы тоже пока не знаем, что это значит. Но мы можем быть уверены, что это что-то значит. Потому что Раби Акива идет вслед за своим учителем, чтобы увидеть, как тот какает. Как тот какает, как тот вытирает попу, как тот садится. Потому что в каждом из этих действий наличествует некий символический смысл или, как я это называю, перформанс. Но Беназай удивился. Беназай удивлен был, что Раби Акива настолько нагловато себя Павел. Дальше приводится Барайта. Таня. Беназай Омер. Теперь нам приводится Барайта, где Беназай рассказывает. Беназай, повторяет то, что сказал Раби Акива. Причем Беназай как раз был тот, кто был удивлен наглостью. А после того, как ему Раби Акива объяснил, что в принципе это тоже Тора, ее нужно учить, Беназай поступает точно так же. Зачем приводится эта история именно про Беназай? То есть, когда нам Талмуд приводит эту историю про Беназай, он ведь показывает, что Беназай мог бы выучить эти три вещи от Раби Акива со слов Раби Акива. Правда? Раби Акива сказал, что он выучил Раби Ашуа три вещи, все он их перечислил. Зачем же Беназайу заходить за Раби Акивой в туалет и проверять, действительно ли он делает эти три вещи? Но Беназай именно таким образом поступает. То есть, он, по сути дела, он утверждает, он так понимает, может быть, саму фразу Раби Акива, что это Тора, я должен ее учить. То есть, Тора – это не слова. Тора – это действие. И тогда, собственно говоря, научиться я могу только, ну, это немножко похоже, может быть, на какие-то буддистские версии, когда у учителя учатся тому, что он делает, то есть, как он поступает. Вот я просто копирую учителя, слова словами, вот как он делает, я должен это видеть. И вот Беназай, несмотря на то, что вроде бы уже все это выучил на словах, заходит за Раби Акивой в туалет и, значит, вот это еще раз выучивает, собственно говоря, то же самое. Ама Раби Иуда, ему говорит Раби Иуда, Аткан Ястапанеха Берабха, а теперь Раби Иуда выступает в роли Беназая и говорит, да насколько же ты обнаглел, неужели ты такой степень, ты обнаглел по отношению к своему учителю, Амарло Торайи в Илмадане Цариха. Это Тора и я ее должен учить. Можно было бы, наверное, продолжать, потом Раби Иуда зашел Беназая и так далее, и так далее, да, то есть один за другим заходит и заново учит именно на основе того, что они видят, а не на основе того, что они слышат. Рассказывается еще более жесткий вариант. Рав Кагана Аль Гнатут и Пурия де Рав Рав Кагана залез под ложем Рава Шмей де Сах в Сахах в Асад Срахам И он слышал, как тот беседует и играет, и смеется и делает свое дело, тоже имеется в виду, что он совокупляется со своей женой. Амарли дамы пумы де Аба кеды лосарев тавшила. Не знаю, как у вас переводчик справился с этой фразой. Буквально она звучит так, что похожий уста отца, ну, Аба, это в том числе имя права, да, то есть поэтому можно считать, что это не Папа, а именно он произносит его имя, да, то есть похожий уста Абы, как будто бы не пережарено его варево. Вот это пережаренное варево, оно на самом деле встречается в целом ряде фрагментов Талмуда и Медрашей. И по этому поводу есть разные версии комментаторов, что же, собственно говоря, имеется в виду. Понятно, что здесь имеется в виду, понятно, что это некое эфемистическое выражение, ну, если совсем как бы одной из крайних версии вот этого пережаренного варева использовать, то это как бы это сказать-то на русском получше, то есть это когда человек с человеком случается семяизвержение, то есть когда человек как бы пережаренное варево, это значит, все случилось. Так вот, он говорит Абе, что слышится Абе так, как будто бы у него этого не произошло, поскольку он и беседует, и играет с женой и так далее, то есть он как бы остается возбужденным, это говорит, собственно говоря, Рав Кагана, что он остается возбужденным, как будто бы он, ну, если совсем грубо, как будто он не кончил. Амарло, Кагана, ха-ха, тот ему говорит, ты что, Кагана, ты здесь? Пук, выйди отсюда скорее. Дело орахара, так люди не поступают, это не в обычаях земли. Амарло, Тораги, Вилелмода, не царь. И тот ему отвечает той же формулой, что и в предыдущих случаях отвечал Ирабия Кива, Ибаназай, это Тора, и я должен ее учить. То есть вплоть до вот значит такого наблюдения, где в том числе и наиболее интимные вещи. Раф Кагана считает, что необходимо увидеть, как учитель это делает. И вот он спрятался под его кроватью, чтобы увидеть, услышать, как это происходит, и называет это тоже Торой. то есть еще раз подчеркнул, что это подтверждает тезис, который я уже несколько раз озвучивал, что нет ни одной сферы жизни, которая бы не являлась выражением какого-то символического акта. и естественно отдельный вопрос здесь, то он дальше разбирает и показывает, что же имеется в виду, почему здесь важно то, как поступал во время совокупления Раф и что это символически означало его беседа, Раф. В общем, это то, что остается от нас сокрытым, но открытым остается то, что Кагана полагал, что необходимо этому учиться. Вот Илья мне написал, как у вас переведили, род у отца, как у того, кто не ел еды. Ну, примерно то же самое. То есть, кто не ел еды, то есть, настолько он как бы голодный, неудовлетворенный, что да, именно, что он не мог насытиться, совершенно верно, что он как будто бы не мог насытиться своей женой. Ну, собственно говоря, то, что я сказал. Дело в том, что вот это выражение лесров тавши, то есть, буквально это пережарить еду. И вот это пережарить еду, оно встречается, например, в Мишне, где говорится о том, в каких случаях человек может развестись со своей женой. И есть высказывание, что он может развестись, если мацаба эрват давар. Эрват давар это нечто постыдное, слово эрва это срам. И тоже по-разному можно понимать, собственно, что имеется в виду, потому что если имеется в виду предусудительность ее поведения, то для этого есть другие законы. То есть, если он ревнует, вы знаете, наверное, что есть закон о сате, если человек ревнует свою жену, значит, он ее идет в храм, ее поят священник водой, заклинает ее, ну и так далее. То есть, это не распутное поведение жены, это что-то другое. Но что это, как бы, отдельный вопрос. И там есть в том числе мнение, что афилу даже даже если она пережарила ему еду. И вот эта пережаренная еда по-видимому является эвфемизмом того, что она ему как бы опостылила, либо может быть он кончил раньше времени, она ему стала неинтересна или что-то в этом роде. А здесь у него как раз не пережаренная, не пригорелая еда. То есть именно то, что для него жена как бы остается желанной, как будто бы в первый раз. Ну хорошо, это немножко шокирующий фрагмент Талмуда, но который подчеркивает вот ту мысль, которую я уже многократно сформулировал. И собственно говоря, это то, что относится также к жанру, о котором сегодня мы говорили, деяние мудрецов. Вот деяние мудрецов, любое деяние, даже вот такое, пошел покакать, или совокупляется с женой, оно является значимым, и является торой, является тем, что можно учить, как этот человек совершает. Ну и после этого Талмуд переходит к вопросу почему уже возвращаясь к тому, что Раби Акива научился своего учителя, что не подтираются правой рукой, а подтираются левой рукой. Талмуд задает вопрос почему, что это значит. Амарава, сказал Раба, мипнейши аторанит набаямин, поскольку тора дана правой рукой. Шенеймар мимино эш дат ламу. И приводится цитата, из которой мы должны понять, сейчас мы не будем как бы вникать в этот мидраж, мы его разберем в следующий раз. Да, вот эти асмахты шенеймар. Кто-то из нашей группы задал вопрос относительно того, где можно почитать про то, как используется асмахта и как, собственно говоря, происходит мидражирование. Потому что асмахта это что? Это, собственно, есть мидражирование. Из какого-то стиха или из какого-то контекста извлекается какой-то смысл. И я ответил группе, что, к сожалению, я не знаю каких-то фундаментальных работ на этот счет. и в таком регулярном изучении Талмуда этому не уделяется особо внимания. Считается, что асмахта она, а асмахта и асмахта. Как она работает, каков механизм, к чему именно из этого стиха получается то, что получается у толкователя, это чаще всего остается без внимания. А мы пытаемся выдвинуть какие-то догадки на этот счет, и эти догадки мы в следующий раз обязательно посмотрим. Сейчас просто прочитаем те варианты ответа, которые здесь есть. Раба Барбархана Амар Мипнейши Крова Лапе Раба Барбархана сказал, почему не подтираются правой рукой а левой у него чисто гигиенические соображения, потому что правая рука часто ее тянут в рот, поэтому нужно вытеряться левой рукой. Переходы. Один говорит, что здесь дело в некой символике того, как была дана Тора, насколько Тора дана правой рукой, то правая рука любого человека является в каком-то смысле репрезентацией правой руки десницы Бога. И поэтому не стоит этой рукой заниматься таким делом, как подтирание попы. А у Рабы Барбарханы ответ чисто гигиенический. Раби говорит, потому что правой рукой человек завязывает Тфилин. Видите, здесь с одной стороны это не божественная десница, это действие тоже человеческое, но действие, которое связано с актом культовым накладывание Тфилин, и поэтому вытираться следует левой рукой. Рабб Нахман Бар Ицхакамар Мит Нейшимар Эбата Мей Тора. Рабб Нахман Бар Ицхак говорит, что потому что правой рукой показываются Та Мей Тора, конституционные знаки, когда человек обучается конституционным знаком, то правой рукой ему показывают. Опять же, рука тоже человеческая, но человеческая рука, которая в каком смысле занимается культовым, обрядовым каким-то действием, поэтому поскольку подтирание попы альтернатива в каком-то смысле, или оппозиция такого рода действует, то это нужно делать другой рукой. И дальше Таумуд говорит Кетанай, что на самом деле вот эти мнения, эти четыре мнения, они являются мнением, которое соответствует мнениям Таная, то есть мнением предыдущего поколения. И что это за мнение? Раби Леезеру Мер Митнейшу Хельба Раби Ушу Мер Митнейши Котевба Раби Акива Мер Митнейши Мер Эбата Мей Тора Вы видите, то есть у Танаев это сформулировано иначе, и нам нужно будет понять, почему Танай считает, что вот эти мнения, которые приведены, соответствуют мнениям Танаев, потому что Танай говорят так, Раби Раби Леезер говорит, поскольку ест этой рукой, но это похоже на гигиеническую штуку, Раби Ашо Мер Митнейши Котев, да, Раби Ашо говорит, потому что он ей пишет, у нас не было по поводу писания, пишет, было завязывать филин и так далее, пишет, что пишет, пишет, вообще-то говоря, свитокторы пишут, в общем-то, больше ничего не пишут тогда, потому что в общем у нас просто так писателей как бы нет, то есть пишется свиток для Таная, когда еще Тору нельзя записывать, устную Тору еще нельзя записывать, то пишется только письменная Тора. Ну, Раби Акива говорит по поводу того, что показывает вот эти самые интелляционные знаки Торы, и в общем на этом все, то есть вообще-то, говорю, у нас было четыре мнения, а мнения Таная в три. Ну, и опять же, в следующий раз мы попробуем их соотнести, а дальше высказывание Раби Танхума Барханилая вроде бы уже на другую тему немножко, или по крайней мере чуть-чуть в сторону. Он говорит, коляца нового и таки сэнни цоль мишло шадварин. Он говорит, что всякий, кто скромно ведет себя в туалете, надо понять, что такое скромно, он спасается от трех вещей. Минга Нахашим, уминга Акравим, уминга Мизиким. От трех вещей он спасается от змей, от скорпионов и от вредителей. Вредители это такие в Талмуде своеобразные чертята, которые вредят то и дело людям. Вредят они, кстати, как правило, в развалины. В развалины нельзя заходить именно, потому что там есть вот эти самые мизиким, эти вредители, эти чертята, которые человеку вредят. Так вот, тот, кто ведет себя скромно в отхожем месте, он спасается от трех вещей. На этой интригующей ноте я остановлюсь и дам вам возможность задать вопросы, если таковые имеются. Всевозможные ответы и рассуждения на тему прочитанного, вот я имею в виду этого фрагмента, где право рукой не следует, а только левой подтираться, это мы в следующий раз поговорим об этом более подробно. Окей, пожалуйста, все могут включить камеры, микрофоны, голову включить и задавать вопросы. Йосиф, можно вопрос? Да. Да, вот меня удивляет уже неоднократно, когда обсуждение мудрецов, идут какие-то высказывания очень странные, которые сразу напрашиваются, просто возражения, меня удивляет, почему никто не возражает из мудрецов. И здесь, например, сейчас, когда идет речь, что вот там, правой рукой пишется святок Торы, а правой рукой же пишет правой рукой, если он не левша, вообще левша будет писать за левой, если он правша, он будет писать правой, но не только святок Торы, почему только святые свитки, а договора о купле и продаже тоже пишется той же рукой, что и святок Торы, правильно? Вот, и выпало, что сейчас я пока ответьте, если можно, а я сейчас помню. ответ здесь какой, дело в том, что можно было бы возразить, а как же левша и так далее, можно было бы, но дело же не в этом. Да, дело в том, пишется не только святые свитки, такое свит договора, а купли продажи. Ну да, и тоже, и не в этом тоже дело, правда? То есть мы в чем дело, мы пока еще не очень хорошо понимаем, вот в этом вся суть чтения Талмуда, что мы с первого прочтения не сразу понимаем, о чем, собственно говоря, они толкуют, потому что это кажется всегда, почти всегда, это кажется странными, иногда очень наивными рассуждениями, но как я уже сказал, за этими рассуждениями стоит что? Стоит определенного рода символика. Ну вот одна первое, что нам говорится, что правой рукой была Дана Тора. Мы могли бы сказать, что у Бога есть правая рука или левая рука. Я могу сказать, что не правой рукой Бога, а не твоей рукой. Хорошо, да, но получается тогда, что я как бы по образу и подобию создан, моя правая рука, чем бы не являлась десница Бога, моя правая рука является своего рода репрезентацией. Я говорю, мы более подробно поговорим в следующий раз про то, что все это значит, что за ерундовина. Это же вопрос, что за ерунда, правильно? очень много. Какие еще были возражения, почему правой рукой, напомните, что там выпало из головы сейчас потому что в рот можно подтянуть руку и нехорошо будет. Да. Потому что кушают всегда правой рукой, да? Да, да. Но вообще какие-то вообще это конечно абсурдные просто выглядят какие-то такие вот объяснения. Совершенно верно, совершенно верно. Мне кажется, что вот это ощущение очень правильное, оно должно возникать, безусловно. Оно должно возникать у любого европейского читателя по-могических текстов. Именно ощущение абсурда. здесь можно сказать, я извиняюсь, я вмешаюсь, здесь можно сказать, что Тора так устроена, что каждый понимает как бы в меру своей нравственности, то есть в меру своих знаний и учений. Когда человек это все знает и понимает глубоко, ему это не кажется странным, и он это усваивает вполне спокойно. Здесь вопрос, что значит понимать глубоко и что значит понимать неглубоко. Когда мы читаем, мы же читаем чтобы понять, чтобы как-то понять. Чтобы как-то понять, здесь важно сделать следующее. Сейчас я прерву вас, просто я хочу подчеркнуть одну вещь. Важно понимать, что я еще раз повторю, просто я сегодня повторил это по-моему много раз, что сама вот эта логика, логика того, что каждое мое действие пальцем пошевелил вот так. Мы знаем там яйцо, знаете, знаменитые споры яйцо разбит с тупого конца, с толстого конца и так далее. Для человека нашей культуры, европейской культуры, это кажется бредом. Почему это кажется бредом? Потому что мы не знаем то, что Эмиль говорит, мы не знаем символического наполнения действий. И они для нас чужды. Поэтому если мы хотим понять Талмуд, то нам нужно понять вот это символическое наполнение. Что это значит? Что за этим стоит? Что стоит за тем, что человек делает так, а не иначе? Потому что эти действия, они являются действиями, несущими в себе символический смысл. И поэтому символика того, что такое право вообще. Правая сторона и левая сторона. Это правая сторона и левая сторона. Нужно понимать не правую руку и левую руку, а правая сторона и левая сторона. И что они в себе несут. И когда мы понимаем символику, возможно, Эмиль на это хотел сказать, что человек, который понимает символический смысл, ему не кажется странным, потому что в общем об этом и спор. Когда они спорят, они спорят про эти смыслы. А мы эти смыслы символические не знаем. Мы пытаемся их понять, это непросто, конструировать, может ошибемся и так далее, но если пытаться понять то, нужно устремляться именно туда. Ну хорошо, Эмиль, я вас перебил. Я правильно все сказали, я только хотел сказать, что речь идет о контексте Торы, то есть когда мы понимаем эти все вещи в контексте обыденности, они, конечно, выпадают. Кроме того, я хотел еще сказать, что в Торе как бы мне так по крайней мере кажется, есть специально такие вот моменты, причем в самой Торе, я имею в виду в письменной Торе, когда значит человек как человек в меру он начинает подозревать, ну там вот почему там я не знаю Сара родила или еще кто-то, а вот он там с ней переспал или еще что-то. И вот здесь значит человек, который не верит и не как бы не вне этого контекста, он будет, у него будут какие-то здесь как бы имеется значит такая мне кажется идея, что непосвященный до него идет, да, то есть непосвященный человек в Тору он как бы у него будут направления мысли неправильные, понимаете, то есть поэтому это безусловно так, это безусловно так, я об этом тоже говорил, то есть вообще-то говоря, понятно, что речь Талмуда это птичий язык, и человек вне контекста он просто вообще ничего не понимает, то есть он по сути не понимает о чем они говорят. Еще хотел сказать. Наше чтение именно с этим связано. Я отнестись к тому, что вы сказали про Писание, есть радикальнейшее отличие в Писании. Писание мы все легко можем понять, потому что Писание содержит в себе рассказы и так далее, можно понять, можно заподозрить цару или еще что-то, это другой совсем тип непонимания. Почему? Потому что на самом деле Тора в каком-то смысле, ну это собственно самим Дрисатаму она говорит, она говорит языком людей. А вот Талмуд нет. Почему? Потому что Талмуд что делает? Он пытается вот этот самый сакральный текст с помощью Медраша, о чем мы говорили, спроецировать на все стороны реальности. И вот эти проекции, они совершенно непонятны вне контекста самой логики. логики того, что у меня какой-то стих, а из этого я заключаю, что мне нужно заходить в туалет вот таким способом, а не таким способом. Потому что это кажется странным, это кажется удивительным. Удивительным является попытка сакральный текст, который часто является нормальным нарративом, нормальные рассказы, или Широ-Ширим, ну неважно, или там поэзия типа псалмов Давида, вдруг превращается во что-то совершенно странное, а именно в некие поступки, в некие действия. Но это и есть замысел мудрецов Талмуда. То есть вот этот талмудический иудаизм, он, собственно говоря, исходил вот из этой странной идеи, странной для европейца идеей, когда я всю свою жизнь подчиняю этому самому сакральному тексту, я словно бы пронизываю этим текстом. Естественно, что текст сломается, когда мы видим, что Медраж делает, почему они отсюда извлекли имена, это неизвестно, непонятно. Или, если разобраться, может быть, поймем. На такой момент, я слышал такую версию про ученика, который залез с крови под кровать, значит, существует валахе правило, значит, или не валахе, а вообще по традиции, что с женщиной вообще много нельзя разговаривать, включая не только с чужой, но и даже со своей женой. Ну и то, что он выучил, он выучил, что вот именно в кровати с женой можно много разговаривать, если нужно. Вот это урок его, вы говорили о том, что непонятно, какой урок он извлек, но там не три вещи, по крайней мере, одну вещь он бы такую выучил, это тучение. То есть, что кровати... Когда я говорил, что непонятно, что он извлек, я имел в виду не само правило поведения, а что за этим стоит. Да. За этим должно что-то стоять, какой-то символический смысл. Смысл в том, что женщина, это как бы потерянное время, и это считается, как бы... Это не символический смысл. Это извлекает от старых, да. Ну, не символический. Это житейский смысл, это не символический. Ну, конкретный смысл, да. А я утверждаю, что почти всегда за действиями мудрецов Толмода скрывается символический смысл. Символический смысл я намекнул просто на возможный, да, на возможный путь прояснения, что ли, этого символического смысла. Ведь на самом деле саити мужчины и женщины это репрезентация соединения небесного мира с земными. И в таком случае возникает вопрос. Женщина в этом случае это народ Израиля. Народ Израиля это женщина, а мужчина это Бог. Бог должен разговаривать с народом Израиля или нет? Во время, например, дарования Торы и так далее. У нас же происходит что? Там происходит то, что вроде бы не совсем разговор заладился. Там Моисею вроде бы начинает говорить, да. И возможно, что я сейчас не уверен в этой интерпретации. Я просто говорю о том, в какую сторону можно пойти в поисках символического смысла. И тогда получается, что Раф разговаривает с женщиной, с женой и так далее. Он, по сути дела, говорит в каком-то смысле говорит о необходимости Бога разговаривать с народом Израиля. Вот что он репрезентирует. Да. Здесь, может быть, я не знаю, так на ходу я придумываю символ той, что густная Тора, она многословна по отношению к письменной Торе. Там пророки и учителя и учения многословны для того, чтобы понять это учение, для того, чтобы усвоить допускаются многие разговоры. Ну, вот, например, я говорю про то, что вот это направление поиска символического смысла, то есть он что-то репрезентирует. В том числе есть житейские какие-то вещи, типа нельзя разговаривать, можно разговаривать, но на самом деле за этим что-то стоит. Так же, как и за туалетом. Мы просто частью нашей группы мы читали вот эти главы, где, собственно, подробно описывается поведение человека в туалете, как ему нужно мочиться, как ему нужно опорожняться и как вообще себя вести вблизи туалета и так далее. И мы увидели, что они насыщены на самом деле тоже определенной символикой это не просто житейские мудрости. Хотя есть и такие. Например, гигиеническое утверждение, оно говорит, по сути дела, оно говорит, что не надо насыщать этот жест символикой, не надо пытаться найти символику в том, что человек подтирает попу. а другие точки зрения противостоят в каком смысле. Особенно то, которое говорит, что Бог деснится и даровал Тору, и поэтому нам деснится и жерь негоже вытирать попу. Можем говорить не гигиенически, а вот уста, которые молятся и обращаются к Всевышнему и, так сказать, они пищу только поглощают. Может быть, я про пищу говорю, потому что дальше у Танаев это есть, что правой рукой он есть. Ну, хорошо, мы сейчас уже начинаем разбирать этот фрагмент, я хотел, чтобы мы этим занялись. Я в полном случае хотел, можно еще короткое, позвольте. Да, там было возражение, что правой рукой накладывают филин. Я удивлен, что никто не возразил, тем более нельзя это делать левой рукой, потому что на левой руке и находится филин. То есть, это важнее, чем то, что правой рукой используется для накладывания, важнее, где он находится, а он находится на левой, значит, левой рука более святая. Я тоже благодарю. В следующий раз обсудим в том числе этот вопрос. Начнем с него. Спасибо. Спасибо. Окей. Хорошо, мы на этом интригующем месте как бы заканчиваем, правильно? Да, до следующего вторника, счастливо. Окей, всем счастливо, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok,